11.05 в Кирове. Владимир Сметанин и Юлия Афанасьева. Добрый день. Это программа Дневной Разворот. Сегодня среда, 14 ноября. И, как обычно, мы информируем вас о том... Володя, сегодня вторник. Ой, сегодня вторник еще? Я забегаю. Наверное, как-то выходных уже хочется в начале этой недели. Хорошо, оговорился. Вторник сегодня, 14 число. Во втором часе мы будем в очередной раз интересоваться работой Общероссийского народного фронта. Регулярно мы это делаем в нашем эфире. На днях региональный штаб Общероссийского народного фронта подвел итоги работы за последний год. Состоялась конференция традиционная ОНФ. И об итогах работы мы поговорим с одним из сопредседателей регионального штаба ОНФ Дмитрием Сергеевым. Ну, а в первом часе у нас совершенно другая тема, но тоже очень важная. Да, в первом часе у нас очень интересная история. Мы поговорим о Международной научно-практической конференции Международной организации труда, которая началась в Кирове сегодня. И в гостях у нас Александр Шершуков. Я правильно поставила ударение? Абсолютно. Главный редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Мы поговорим сегодня... И секретарь Федерации независимых профсоюзов России еще. Вот. Мы сегодня поговорим, во-первых, о самом мероприятии, что оно в себя включает, для чего и для кого проводится. Ну и, конечно же, о профсоюзах. Они существуют ли у нас, они до сих пор и настолько ли они сильны, как это было во времена Советского Союза. Потому что для меня, наверное, слово «профсоюз» вот оно родом оттуда. Существует ли у нас, это имеется в виду, радиостанция «Эхо Москвы»? Нет, у нас в Кирове, у нас в России, у нас в стране. Нет, они существуют, конечно, и в Кирове, и в России, в стране, и в мире. Другое дело, что, конечно, их функционал по сравнению с тем, что было, допустим, при советской власти, качественно изменился. А так, да, существует. Я не могу сказать о том, что они всюду действуют эффективно на 100%. Мы представляем большую организацию, ФНПР через отраслевые профсоюзы входит около 20 миллионов человек. И, конечно, среди 20 миллионов человек есть, так сказать, есть трудяги, есть бездельники. Это почти 15% населения нашей страны. Это чуть меньше половины работающего населения в стране. Но, нет, дальше мы обсуждаем, где они расположены, собственно говоря. И вот если мы посмотрим на привязку, то мы обнаружим следующую вещь, что это промышленные предприятия, это предприятия, связанные с производством, добычей полезных ископаемей и так далее. Но это очень малое представительство, допустим, в секторе торговли. Это малое представительство в секторе малого бизнеса. Кстати, это незначительное практически отсутствие профсоюзов в секторе СМИ, между прочим. Вот это отдельная тема, о которой можно говорить. Мы задались таким вопросом. Есть ли профессиональный союз работников средств массовой информации? Было несколько попыток создания его, но они окончились, так сказать, печально. И сейчас есть несколько структур, которые претендуют на роль профсоюза работников СМИ, но охватывают крайне незначительное количество людей. Кстати, если вы помните такой фильм, замечательная «Игрушка» с Пьером Ришаром. Так вот, что заключается в следующем? Обычно там можно посмотреть на тему взаимоотношений главного героя с мальчиком, соответственно. Но все происходит же вообще-то в издательском концерне, где глава концерна увольняет человека, увольте его, почему? У него влажные руки, мне не нравится. И на его защиту там становится профсоюз, между прочим. Они там, к сожалению, сходят с плакатами, защищают и так далее. Они там, кстати, не добиваются того, что его восстанавливают. Но я вам советую пересмотреть еще раз этот фильм не с точки зрения лирической вот этой темы, а с точки зрения трудовых отношений. Вы откроете для себя много нового. Но профсоюзы в Европе — это тоже такая отдельная тема. Она отдельная, интересная. Она немножко другая, чем нежели у нас в стране. И активность профсоюзов там, она, конечно, вызывает уважение. Ну, во-первых, она вызывает уважение. Но я бы предложил оценивать структуру не только по степени ее активности, но и по степени ее результативности. То есть, вот простой пример. Во Франции была инициатива по повышению пенсионного возраста. Бунтовали все профсоюзы. Выходили на улицу, там были статысячные демонстрации и так далее, и так далее. Повлияло ли это на парламент Франции? Не повлияло. Президент подписал указ, провел через, соответственно, парламент, собственно, все. Решение принято. Пенсионный возраст повышен. У нас в стране при всех делах, что на эту тему дискуссии у профсоюзов с правительством, с органами власти ведутся, ну, в настоящий момент за столом переговоров, да, при всех делах у нас пенсионный возраст повышен сейчас только для достаточно незначительной группы госслужащих. Ну, конечно, у нас ведь выборы президента в следующем году. Слушайте, ну, у нас выборы проходят регулярно. И во Франции тоже, кстати, что характерно. А можете четко обозначить позицию Федерации независимых профсоюзов страны по поводу повышения? Мы против. Против однозначно. То есть оставить, как есть, женщины 55, мужчины 60. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Потому что... Чем вы это обосновываете? Слушайте, начиная от резонов того, что, значит, необходим... Это не разрешит проблемы пенсионного фонда с этой точки зрения. Значит, заканчивая тем, что это вредно для экономики страны. Почему? Потому что в случае, если люди уходят на пенсию, они освобождают рабочие места. Значит, это самый... Это новый... Приток новых кадров. Совершенно правильно, да. То есть в данном случае это не только потому, что мы считаем, что в случае повышения пенсионного возраста будут нарушены права большой группы населения. Мы считаем, что это и вредно для экономики страны. А вот могли бы вы привести пример какой-то реальный кейс из-за нашей российской действительности, когда профсоюзы добились какого-то результата? Я очень простой. Вот к нам в газету приходит достаточно много информации о разных трудовых конфликтах и так далее. И так далее. Вот буквально на прошлой неделе вроде бы завершился большой такой конфликт по подписанию коллективного договора в большой компании ОГК-2. Значит, работодатель отказывался идти на переговоры с профсоюзом. Существенную часть пунктов по коллективному договору пытался вынести в протокол разногласий, так называемый. Ну, то есть, что он не обязан выполнять, да, и так далее, и так далее. Вот. Это большая, богатая компания, да. Значит... Связано, наверное, с ресурсами что-то, с нашими природными. Слушайте, ОГК, генерирующая компания, электроэнергетика. Электроэнергетика, конечно. А там, в общем, компании так, у них все нормально с финансами, с точки зрения дивидендов и так далее. Там с фондом оплаты труда у работников не очень хорошо. Это другая история. Вот. Значит, и там все-таки дело не дошло до, так сказать, каких-то протестных акций, да. Но, как бы, там, по сути дела, с помощью компании «Солидарность», ну, я извиняюсь за терминологию, не хочется, чтобы работодатель обиделся, но профсоюз додавил работодателя на предмет заключения коллективного договора. Вот. Сейчас другое дело, что аналогичный конфликт развивается в компании со схожим названием. Вот. Я называл ОГК-2. Это ТГК-2. Это тоже большая компания, относящаяся, так сказать, ну, после того, как у нас единую систему... Это ближе нашему слуху. Да, это уже нашему уху ближе гораздо. Это ТГК, да. Вот. Соответственно, там идет тоже конфликт по этой же линии. С такими же позициями работодатели профсоюза. Вот из того, что вот сейчас. Вот, к примеру, сегодня в Краснодарском крае есть такая компания под названием «Кубань Пекиджин». Там, допустим, сегодня утром должен был вот в это же время, в 10 часов утра, кстати, проходить пикет работников. Почему? Потому что работодатель, значит, тоже пытается уклониться от, значит, переговоров с профсоюзной организацией. Более того, мы, допустим, как газета проводим компанию солидарности. То есть любой человек, который зайдет на наш сайт, он может, значит, там, вписать свое фамилию, имя, отчество, да, электронный адрес, там уже есть текст письма, поставить галочку и письмо по электронке отправится, соответственно, в органы власти, в контролирующие органы и руководителю данного предприятия с просьбой, так сказать, вступить таки в переговоры. — Вы привели такие примеры, это довольно немелкие, ведь назвали крупные компании. Почему так складывается? Вроде бы солидная фирма, организация заинтересована в том, чтобы все было в порядке. — Для этого мы должны понять, что-то о чем профсоюзы. Значит, так вот, несмотря на то, что рядом здание, в котором идет вот как раз международная научно-практическая конференция, где говорится вроде бы о вещах таких научных, казалось бы, абстрактных, да, профсоюзы — это очень конкретная вещь. Это, значит, вопрос по поводу, скажем так, денег для работника. То есть, вот все работают, предположим, в компании, все друзья, начальник Иван Иванович, подчиненный Петр Петрович, значит, все молодцы и так далее, и так далее. Вот заработали они какие-то деньги. А после этого начинается главный вопрос, как правильно их, так сказать, поделить, увеличить фонд оплаты труда. — Правильно или по справедливости. — Или, ну, у всех свое понятие справедливости и правильности, правильно? Вот, значит, или, допустим, в виде дивидендов выплатить Ивану Ивановичу, в большей степени, либо собственнику, да. И вот дальше история следующая. Один работник, значит, никогда не обладал и не будет, каким бы он крупным специалистом ни был, ну, есть уникальные специалисты, но тем не менее. У него практически отсутствуют возможности отстоять свое право на нормальную заработную плату, на нормальные условия труда в одиночку. И поэтому еще давно, достаточно давно, более 200 лет назад люди начали объединяться, вот эти вот свои минимальные копейки собирать в общий котел и, соответственно, пытаться совокупно как-то вот отстаивать свои права на нормальную зарплату для себя, на нормальные условия труда, на нормальную длительность рабочего дня, кстати, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, я говорю к тому, что те, как бы, проблемы и примеры, которые я сейчас, так сказать, коснулся слегка, да, значит, они же не, так сказать, о гуманизме, не о душе, они про деньги. Эта вещь совершенно конкретная, значит, и об этом понимает любой работодатель, который, значит, сталкивается с попыткой создания профсоюза на своем предприятии. Давайте мы сейчас прервемся на небольшой перерыв и буквально после небольшой паузы продолжим разговор о том, зачем же нужны профсоюзы с Александром Шершуковым, главным редактором Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» и секретарем Федерации независимых профсоюзов России. Продолжаем нашу беседу, попытка была Александру Владимировичу и Юлии задать в перерыве вопрос, но я предлагаю все-таки его в эфире озвучить, потому что что-то серьезное ты хочешь спросить. Да, давайте в эфире. Вопрос такой. Вот вы говорите про урегулирование конфликтов между работодателем и работником, про отстаивание права работника на нормальную зарплату, условия труда и так далее. А вопрос мой вот в следующем. То есть вот ты как сотрудник пришел работать на предприятии, подписал трудовой договор, прочитал в нем про условия труда, прочитал в нем про трудовой рабочий день, про зарплату, тебя все устраивает, ты подписал. А через годик ты думаешь, слушай, что-то как-то мало денег платят. Это вот нормально? Тебе если не нравится, то ты не подписывай. То есть через годик ты говоришь, мало денег, дайте больше и пошел бунтовать. Ну, значит, смотрите, есть индивидуальный трудовой договор, есть коллективный трудовой договор. И, собственно говоря, профсоюз это структура, которая обычно, традиционно выступает стороной, значит, одной из сторон, которая подписывает вот этот коллективный трудовой договор. То есть представляет интерес коллектива, с одной стороны. Значит, с другой стороны. Профсоюз за коллективный, за коллективный именно, да, трудовой договор? Да, 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 совершенно правильно. Все в одной массе все сотрудники. Но вы учитываете следующую вещь, что данный договор, он может включать в себя, кроме пунктов, допустим, по поводу условий труда и так далее, принципы индексации заработной платы. Потому что вы подписали договор, рубль упал, доллар вырос, цены выросли и так далее. Ты приходишь к работодателю, нельзя ли поднять зарплату, а он тебе говорит, ну ты же подписался, давай работать так же. Но это же не совсем справедливо, особенно, если, допустим, вы знаете о том, что компания убыточной не является, если она является прибыльной. А когда ты подписываешь трудовой договор, почему ты не думаешь о том, как ты будешь дальше работать? Слушайте, ну, во-первых, вопрос заключается в следующем. Значит, работодатель всегда заинтересован подписывать трудовой договор с работником на относительно недолгий промежуток времени. В принципе, срочный. Срочный, так называемый, да. Значит, в случае, если он подписывает, ну, там, бессрочный, как бы, да, контракт, предположим, либо там на более длительный срок, там, 5 лет, предположим, да, ну, там же обычно в этих трудовых договорах не говорится о том, каким образом будут индексироваться заработные платы. Почему? Потому что работодатель точно так же скажет, ну, я же как я тебе гарантирую, что на 10% у тебя вырастет зарплата в следующем году, да, если я не знаю, чем, значит, с какой эффективностью окончится наш, так сказать, разговор. Нет, подождите, а система мотивации. Вот тебе, пожалуйста, твой индивидуальный план выполнения целевых показателей. Вот ты его выполнил, там, условно, получил столько-то процентов премии, перевыполнил столько-то процентов премии, недовыполнил, извини. Вот теперь с этими идеями я предлагаю зайти в любое предприятие малого бизнеса и с интересом выслушать ответ работодателя на вот показатели, значит, которые... Нет, на предприятиях малого бизнеса, конечно, тебе скажут спасибо, до свидания, идите. Слушайте, так скажут, к сожалению, так скажут на подавляющем большинстве предприятий в нашей северной стране. Идея с KPI, она, конечно, блестящая, как бы, да, но... Это не идея, это жизнь. Слушайте, это жизнь, это часть жизни, и относительно небольшая. Понимаете, в чём дело? Значит, в остальном, в остальном, как бы, ну, я не знаю, промышленные предприятия, да, там, я не знаю, магнитка, да, там, я не знаю, что, АвтоВАЗ, к примеру, да, возможно, для топ-менеджмента наличествуют данные показатели, о которых вы говорите. Но то, что их будут разрабатывать для средствия сборщика на конвейере, меня терзают смутные сомнения, вы знаете. Вот, и ещё раз говорю, значит, чисто гипотетически, чисто гипотетически концепция, в принципе, правильная, да, просто она нигде не реализуется. Более того, она не реализуется не только у нас, как бы, она реализуется, допустим, я не знаю, там, для, ещё раз говорю, для сектора топ-менеджмента она реализуется и в Штатах, и в Европе, и так далее, и тому подобное. Но для обычного работника, каковых, значит, всюду большинство, да, ну, нет такой практики. Нет, слушайте, я работала в компании, где эта практика существует и успешно реализуется. То есть она в любом случае где-то есть, это раз. Нет, где-то есть. А вопрос второй, а почему ты не думаешь, когда ты подписываешь трудовой договор? То есть ты понимаешь, что ты подписываешь кабальный трудовой договор, но тебе нужна работа, нужны деньги, ты идёшь, его подписываешь. Ну, слушайте, вот Моногород, Моногород, Свердловская область, там их много, кстати, да? У нас их 11 в области, официально признанных. Ну и что, и как бы, и вот человек стоит перед выбором. Либо подписывать так, либо, значит, это самое, значит, и идеи насчёт того, что, кстати, это отдельная большая и горькая тема про Моногорода, потому что, как это, так сказать, бумкнуло в 2008 году, в 2009 годах, вроде бы пытались, так сказать, эту тему разрешить, и до сих пор ничего с этим по большому счёту не сделали, да? Людям предлагается... Ну, фонд развития Моногородов там создан на федеральном уровне. Слушайте, и всё известно. Количество Моногородов, которые было, и количество Моногородов, которым дали деньги в рамках этого фонда, да? А в остальном людям предлагается в Моногородах заниматься малым бизнесом. То есть, как бы, они, очевидно, должны не производить какие-то предметы и продавать их куда-то, а друг другу продавать что-то, а не оказывать услуги. А ещё учителям предложили заниматься бизнесом. Откуда возьмутся деньги, при этом совершенно непонятно, как бы, да? То есть, это какие-то фантастические вещи. Ну, возвращаясь к нашей теме, как бы, да? Вот. Вы понимаете, пока, может быть, кстати, вот сейчас, в связи с тем, что, в принципе, мир у нас потихонечку переходит на другие технологические платформы, да? Вот, как бы, на отчисление коммуникации, допустим, между потенциальным работодателем и потенциальным работником через мобильные платформы и так далее, и так далее. Может быть, как бы, вот то, о чём вы говорите относительно каких-то договоров с показателями, как бы, да, это будет более, ну, как бы, более ближе к реализации, чем нежели, так сказать, вот в этом ещё, ну, что ли, старом промышленном мире, да? Да, но пока что, ну, слушайте, ну, я не подвергаю сомнению, что вы в такой компании работали, да? Просто большинство людей в стране работают совершенно в других компаниях. Живут в другой реальности. Да, совершенно правильно. А вообще, в России, в принципе, есть компании, которые, ну, вот, которые можно ставить в пример, у которых так налажена работа с профсоюзом, что, ну, прямо и зарплату повышают, и всё, что не попросят, ну, я же, конечно, утрирую, всё, что не попросят работники, всё делают. Ну, хотя бы слышат, наверное, разговаривают. Вы понимаете, в чём дело? С одной стороны, с одной стороны, хотелось, ну, с точки зрения доходов работника, с точки зрения условий труда и так далее, и так далее, конечно, в принципе, впереди идут предприятия, которые относятся к сектору нефтегаза, которые относятся, допустим, к сектору металлургии и так далее. Госкорпорации? Госкорпорации по-разному. По-разному, да. Но вопрос вот в чём заключается. Вы понимаете, да, конечно, в нефтегазовых компаниях там выше средняя заработная плата. Всё понятно. Но, пардон, мы с чем должны сравнивать? Мы же должны сравнивать это как бы не с доходами парикмахерской, да, а с доходами, а с сверхдоходами, которые данная компания получает. И вопрос заключается в следующем. Да, там люди получают больше, чем, так сказать, в других отраслях. Но там и уровень доходности выше. И вопрос заключается в том, насколько справедливо осуществляется распределение вот этой вот пресловутой, значит, ещё от Маркса прибавочной стоимости. Вот здесь, как мне кажется, тем не менее вопросы остаются. Больше денег, получается, опять-таки, да? Больше проблем, да. Нет денег, нет проблем. А вот основные конфликты работодателей, профсоюзов, они про что? Про зарплату, про условия труда? Вы знаете, они про разные вещи. У нас есть центр в Санкт-Петербурге при Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, в котором там есть факультет конфликтологии. И существует центр, который мониторинга трудовых конфликтов. То есть мы, в принципе, в состоянии оценить, причём как по данным профсоюзной линии, так и по мониторингу средств массовой информации региональных и так далее, какое количество конфликтов происходит в стране и по каким поводам. Так вот, поводы, которые за последний период времени, это заморозка либо снижение заработной платы. Это незаконное увольнение. Это невыплата заработной платы вовремя. Потому что я напомню нашим радиослушателям, что у нас вообще-то в стране сейчас размер невыплаченной заработной платы совокупной составляет 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Это достаточно большая цифра, которую совокупный работодатель не заплатил совокупному работнику за уже выполненную работу на самом деле. И уже не заплатит? Кое-где не заплатит. Почему? Потому что определенный процент этой суммы – это долги на предприятиях, которые находятся в состоянии банкротства. А там последний анекдот. Я не знаю, вы слышали, наверное, в Хакасии конкурсный управляющий, это реальное сообщение, вчера прочитал, конкурсный управляющий компании, который находится в состоянии банкротства, он купил 100 лотерейных билетов на деньги, на 10 тысяч рублей, чтобы таким образом рассчитывая на выигрыш, а чем черт не шутит, дай-ка рискнула. Понимаете, но это просто анекдот же, правильно? А он выиграл? Нет, он в процессе. Или история умолчивает? Я так понимаю, что в трепетном ожидании, значит, это самое. А вдруг повезет на самом деле. Вы понимаете, да, что это как бы, до какой крайности люди доходят в попытках, так сказать, это самое, так сказать, компенсировать деньги. Поэтому основные проблемы вот эти. И ситуация следующая, что несмотря на то, что там Министерство экономики и Минфин говорят о том, что у нас, так сказать, все-таки экономика выправляется и так далее, и так далее, вообще-то, судя по состоянию предприятий, этого не видно. У нас очень большие проблемы в области машиностроения. У нас проблемы в секторе автомобильного строения, то есть в секторе реального производства, да, как бы в секторе, который, значит, относится к финансовому банковскому, ну там банки, конечно, закрываются, и деньги туда вливаются огромные, да, но там все относительно, так сказать, пристойно в этом смысле, да. Вот. А вот реальное производство, это сейчас проблемы. И с ними сталкиваются как раз вот люди, значит, на предприятиях, где наличит конфликт. Я все жду, прости, когда Юля задаст, начнет задавать эти вопросы нашему гостю, но она почему-то это пока не делает. За права женщин, когда ты начнешь топить? О, Господи, да при чем здесь этот сексизм, простите? Нет, ну ты же знаешь, вот одна из этих страшилок, да, женщина уходит в декрет или женщина с ребенком не может устроиться на работу. Действительно сейчас остро стоит такая проблема? Вы знаете, ну, во-первых, вообще-то, вообще-то, с точки зрения профсоюзов, есть специфика у женского труда, потому что женщины в среднем получают зарплату ниже, боюсь ошибиться в цифрах, но если я не ошибаюсь, в районе 25 процентов, чем нежели мужчины на той же должности, да, вот, поэтому эта проблема есть. Проблема, значит, того, когда, значит, женщина с маленьким ребенком устраивается на работу, ну, понятно, что работодатель оценивает, значит, то, что она... Риски. Риски, конечно, да, либо там молодая женщина, как бы, да, значит, тут наличит другой риск, что она забеременеет, предположим, да, значит, поэтому с точки зрения профсоюзов в этом секторе, ну, как секторе, я извиняюсь за такое механическое обозначение, да, вот, значит, есть, есть проблемы, да, и вообще-то, ну, более, как бы, так сильно продвинулись в этом смысле в борьбе за права женщин западные профсоюзы, да, у нас все-таки из-за того, что общеэкономические проблемы, они, ну, примерно одинаково ударяют, что работникам женщин, работникам мужчин, да, вот, а то, что и в международных профсоюзных структурах, там есть вообще отдельный женский комитет, как бы, да, который вот занимается именно этой проблематикой, поэтому вступайте к нам. Реклама, да? Да, давайте сейчас прервемся на рекламу и буквально через пару минут продолжим разговор о профсоюзах и их работе. Продолжаем нашу беседу с Александром Шершуковым, это секретарь Федерации независимых профсоюзов России, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Александр Владимирович, один из приехавших в наш город гостей на международную научно-практическую конференцию международной организации труда, она стартовала примерно в 11 часов, да, в здании правительства Кировской области, вы сразу же потом туда отправитесь непосредственно. Кстати, у нас ведь есть опрос, Юля, мы забыли его озвучить. Да, мы с тобой не озвучили опрос. Это будет толчком для нашего, да, продолжения беседы. Мы вас спрашиваем, как много вы знаете о деятельности профсоюзов? Много, мало, достаточно или не знаю ничего? Отвечать можно на сайте хакирова.ру, либо в нашей группе ВКонтакте. В конце этого эфира мы подведем итоги опроса. Я могу прямо сейчас предварительно подвести. Да, давай, давай, посмотрим. 54% на странице ВКонтакте, самый популярный вариант ответа, ничего не знаю. На втором месте 23% мало. То есть в совокупности, это такая солидная цифра, не в пользу, говорит, деятельности профсоюзов. Ну, на сайте хакирова.ру немножко другая ситуация. Достаточно голосует 37%. Нет, это не по поводу деятельности профсоюзов, это по поводу знания. Это разница немножко, да? На ваш взгляд, ситуация действительно оставляет желать лучшего, мягко говоря. Да, со знаниями, конечно. Со знаниями о профсоюзном деятельности. Но вот обратите внимание, ведь, еще раз говорю, вот возвращаясь к теме, которую мы уже обсудили, во-первых, профсоюзы это про деньги, профсоюзы это обычно конфликт все-таки вокруг этой темы, да? Значит, а как часто вы по центральным телеканалам, либо в центральных СМИ слышите про трудовые конфликты? Слушайте, ну вот последний, да, мы разговаривали в перерыве про аэрофлот и негабаритную стюардессу, но это из разряда... С этой ситуацией, с проблемой конфликта на рабочем месте вокруг уровня заработной платы, повышения-неповышения, условий труда и так далее, я думаю, сталкивается большинство населения страны. Он просто, этот конфликт может быть явный проявляться, либо на уровне недовольства какого-то, да, неудовлетворенности и так далее, там подобное, да? Но он, по нашим данным, да, достаточно часто выливается в некие публичные, так сказать, действия, да? То есть вот по нашим оценкам еженедельно в стране идут в разных регионах, в разных отраслях, ну, не менее там шести, семи, восьми конфликтов, это когда люди уже выходят на улицу, на секундочку, да, там, выходят на улицу, пишут коллективные обращения в органы власти, обращаются в прокуратуру и так далее, но эта тема профильной для СМИ не является, да? Почему? Обычно в СМИ говорят, что, знаете, ребята, это конфликт хозяйствующих субъектов, идите разбирайтесь сами. Слушайте, ну, это тогда человек, я как хозяйствующий субъект, как работник является хозяйствующим субъектом, когда ему не заплатили зарплату вовремя, но это вопрос на самом деле, да? Сейчас выходить-то открыто что-то заявляется, проблематично становится. Вы знаете, нет, я вам немного другую версию предложил бы. Дело в том, что у нас средства массовой информации, они либо государственные, либо частные, да? Так вот, если государственные СМИ, общая концепция, что мы живем, как это, живем в самой свободной стране, а все остальные страны нам завидуют, да, изложенные в одной эмористическом ситкоме, да, вот, что, в принципе, у нас все нормально, и в этом смысле у нас проблем нету, да, у нас социальная стабильность, да. Вот, а частные, значит, СМИ, там другая история. — Все не так. — Нет. Точно так же, только с другой стороны. Потому что частные СМИ — это большие корпорации, у которых есть собственники, у которых есть акционеры, и в рамках которой права работников зачастую точно так же нарушаются, как и в других секторах. — И поэтому абсолютно не заинтересована политика редакций частных компаний, СМИ, в том, чтобы пропагандировать успешно и тем паче способы борьбы работников за свои права. — А газета «Солидарность» главным редактором которой вы являетесь? — Ну что, слушайте, у нас она посвящена, собственно говоря, она про это и есть, как бы, да? — Про конфликты вы пишете? — Я посмотрел на сайте. — Мы пишем не только про конфликты, мы пишем все-таки про ситуации, когда наличат какие-то позитивные образцы деятельности, не только деятельности профсоюзов. — Положительные примеры работы, да? — Да, не только положительные, кстати. Мы пишем и про отрицательные примеры деятельности профсоюзов тоже, потому что мы свою структуру знаем лучше и критикуем гораздо более, так сказать, сознанием дела, чем все работодатели со стороны, что называется. Но я просто к тому, что если кто-то из наших радиослушателей зайдет на наш сайт, как бы, почитать то, что у нас там написано, да, солидарность.org, да, можно заметить, как бы, что там именно, вот, трудовые отношения, зарплата людей, вот, тема, о которой мы оговорили, является, собственно говоря, ну, главным, как бы, да? Но это, наверное, конечно, связано с нашей спецификой, то, что мы профсоюзные издания. — Александр Владимирович, отдайте. — Да, прости, есть, кстати, еще профсоюз ТВ, что было для меня открытием. — Это интернет-канал такой, да? — Это, де-факто, веб-трансляция, как бы, да? — Мы, кстати, недавно при их поддержке проводили такую интересную вещь, это прямая линия, значит, с представителем нашей структуры, Михаилом Шмаковым, представителем ФНПР, да, в рамках которой, так сказать, мы собирали вопросы, соответственно, он на них отвечал в прямом эфире. Ну, там была трансляция через профсоюз ТВ и в Ютьюбе, соответственно. Это, вообще, был достаточно интересный опыт. Я про такой опыт не знаю не только про общественные организации, не только в нашей стране, но и я не знаю, не слышал о том, чтобы подобную вещь делали, допустим, в Европе или в Штатах, там уж не профсоюзы. Это достаточно прогрессивная штука. — Но это вот как раз та самая история про освещение деятельности, то есть мало сделать, нужно еще об этом рассказать людям. — Ну да, да, да. Так у нас этот год в структуре назван как год профсоюзной информации, мы как раз пытаемся... — Проходит под знаком диджитал. — Да, в том числе. — О чем я хотела спросить? Дайте какой-то практический совет людям, которые нас сейчас слушают. Вот, например, устраивается сотрудник на работу. На что ему обратить внимание в трудовом договоре? — Во-первых, да, обратить на факт его наличия, между прочим. Нет, это шутка, в каждой шутке есть доля шутки, да, в том смысле, что, как бы, зачастую, во-первых, работник не осведомлен об этом, во-вторых, ему говорится, да, там, трудовой договор есть, но вот он лежит там в канцелярии, как бы, да. Во-первых, получить копию трудового договора. Во-вторых, обратить внимание, вообще-то, с какого момента и по какой момент он заключен. Обратить внимание на должностные обязанности, которые там перечислены, и на инструкцию, которая должна быть тоже на предприятии, учреждения, организации, которые относятся к сфере его деятельности. Вот, значит, но, вот, я еще раз, вы отстаиваете тему индивидуального коллектива трудового договора, да, а я хотел бы все-таки акцентировать внимание немножко на другом. Все-таки, да, конечно, человек приходит на работу и ознакомливается с условиями работы совершенно правильно, но, кроме этого, у него есть вещи, которые являются неотъемлемыми, а именно соответствие данной работы трудовому законодательству, потому что есть вещи, описанные в трудовом договоре, а дальше варианты следующие, там, тебя могут попросить, там, ну, задержись на пару часиков, это после работы поработать еще немножко. Это может войти в регулярность, как бы, да, вот, а за это нужно доплачивать, да. Так вот, глобальный вопрос, на который я предложил бы ответить нашим радиослушателям при устройстве на работу, да, значит, он заключается в следующем. Он готов, как бы, ну, так сказать, соглашаться со всем, что ему будет предложено, либо в случае, если он ясно видит, что его права нарушаются каким-то образом, он готов приложить минимальное хотя бы какое-то количество усилий для того, чтобы, ну, как-то с этим не согласиться, как минимум, да. Причем не согласиться не в форме, не нравится, значит, увольняющий из этой серии, да, а как бы, ну, мы же все... Конструктивно, да? Конструктивно, да, и вот с этой точки зрения лучшей формы и самозащиты работников, да, еще раз говорю, не нападение, а самозащита работников является профсоюзной организацией, вот и все. Это легально, это, как бы, описано в законодательстве, это... Ну, человек имеет на это право, вот и все, как бы. Мы же... Почему, почему, значит, в случае, если, так сказать, какие-то нарушения уголовного кодекса, да, значит, мы этим возмущаемся, значит, мы с этим не согласны, мы там идем, так, к прокурору, значит, и так далее, да, а когда нарушается трудовой кодекс, да, мы с этим соглашаемся, хотя, в общем, ну, это принцип тот же, на самом деле, да, принцип нарушения прав человека, вот и все, вот. — Хочется спросить еще, а что сейчас происходит с профсоюзными лидерами, с людьми, которые объединяют вокруг себя вот это как-то вот, вот это недовольство аккумулирует и действительно борются? Есть проблема? Меньше активных людей стало? — Вы знаете, двоякая ситуация на самом деле. Во-первых, у нас, конечно, есть люди, которые еще остаются, во-первых, остались от старого времени, как бы, да, причем не в хорошем смысле, а в плохом, в том смысле, что, вот, помните, образ, значит, в служебном романе «Зиночка из бухгалтерии». — Я как раз сейчас подумала. — Совершенно правильно. — Когда ее выдвинули на общественную работу, и никак не могут задвинуть. — Продолжают в качестве основного функционала собирать деньги на похороны Бубликова, вот, значит, не то, что это плохие люди, как бы, да, просто мир изменился, экономические условия изменились и так далее, и так далее, они не изменились, вот. Есть, есть абсолютно такие, это одна часть, есть, предположим, абсолютно такие вот бойцовские, как сказать, ребята, которые действительно являются лидерами, которые, ну, я не знаю, там, представитель правкома Качканарского ГОКа, Свердловскую область, да, значит, Пьянков, значит, он взрослый дядька, ему за 60 лет, но он такой, это самое, значит, вот, лидер профсоюзной организации, в которую ходят несколько тысяч человек, они несколько лет назад бодались со своим собственником, компанией Еврос, проводили итальянскую забастовку, работу по правилам, да, значит, несколько дней, каждый день собственник терял в районе миллиона, значит, на третий или четвертый... Работая по правилам, это когда вот с девяти до шести, да, например? Нет, не только, не только, не только, вот, значит, по нормам техники безопасности, да, работа должна осуществляться в рукавицах, рукавиц нету, не могу приступить к работе, да, то есть это соблюдение всех технических инструкций, как это должно происходить по технике безопасности и так далее и тому подобное, вот, это выполнять сложно на предприятии, как бы, да, вот, либо другой вариант, там, я не знаю, состав железнодорожный, ну, на этом же предприятии, идет с пониженной скоростью, вот, он идет, не останавливается, да, но скорость ниже, замедляется темп работ, падает выработка и так далее, и так далее, то есть это тоже такая форма, так сказать, так вот, вот такие лидеры существуют, да? Если мы чем-то будем недавно, мы медленнее будем говорить, например, да? Ну, это... Возьмите, да-да-да, вот, значит, и, ну, вопрос вот, в чем заключается, еще раз говорю, вот главная проблема профсоюзов у нас в стране, по большому счету, заключается в следующем, в тех случаях, когда люди сталкиваются с тем, что их профсоюзная организация плохо или неэффективно работает, они не понимают, что это их организация, и они могут переизбрать руководителя этой профсоюзной организации, да, избрать нормального человека, который в рамках закона будет отстаивать их права и интересы. Они зачастую предпочитают написать заявление и выйти из профсоюза, либо не вступать туда вообще, так сказать, да, и так далее, вот. Еще раз повторюсь, это организация работников для работников. А вот вы, кстати, в самом начале нашего эфира сказали, что... У нас несколько секунд остается. О! Вернее, уже ничего не остается. Как печально, ничего уже не остается. Да, благодарим нашего гостя. Приглашайте второй раз. Да, спасибо большое, Александр Шершуков, секретарь Федерации Независимых профсоюзов России, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», но я приоткрою небольшой секрет, мы тему профсоюзов будем продолжать в нашем эфире, потому что конференция будет длиться два дня, сегодня и завтра, и завтра к нам придет, в том числе, руководитель Федерации профсоюзных организаций Кировской области, Роман Береснев, и придет тоже с гостем, с одним из гостей данного мероприятия. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за эфир. Всего доброго.